Добрый день, это прямая связь на канале Универ ТВ, называю это гибридным эфиром, потому что одновременно на канале Универ ТВ, на портале Казанского Федерального Университета, в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Twitch, идет трансляция нашей прямой связи. На этих же, кстати, социальных площадках наши зрители могут задавать вопросы нашему гостю, который я сейчас с удовольствием представлю, но еще напомню, что параллельно работает специальный канал для средств массовой информации в WhatsApp, и наши коллеги тоже могут присоединиться и поучаствовать в нашем сегодняшнем разговоре с человеком, которого я называю главным спикером 2020 года, руководителем. Сейчас полностью назову службу, потому что мы уже к сокращениям привыкли, она называется очень красиво. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и, очень красиво, благополучие человека по республике Татарстан. Марина Александровна Потяшина, добрый день. Добрый день. Еще недавно, год назад, наверное, Роспотребнадзор, ну, половину населения точно не знало, те, кто работал только в соответствующих там конторах, мог вспомнить, что вот санэпидстанция такая есть, которая уходит строго, что-то проверяет. Сегодня знают вас все, и все, затихая, ждут свежей-свежей информации из ваших уст. И мы сегодня не исключение, мы тоже попытаемся поговорить на самые актуальные сегодня темы, связанные с нашей безопасностью, эпид-безопасностью, конечно, прежде всего. Если позволите, начнем, знаете, с чего? С ОРВИ гриппа. Я вчера прочитал буквально в срезах массовой информации новость о том, что уже в 38 регионах России превышен эпид-порог по ОРВИ. Как дела обстоят в Татарстане в этой связи? Из чего так ранты? Вроде еще сильно холодно не было, еще и дождей-то толком холодных не было, а уже такое превышение в таком количестве регионов. Как обстановка вот с этими простудными, скажем так, заболеваниями? Действительно, начиная с сентября месяца мы ожидаем сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Обычно этот сезонный подъем у нас был традиционно, начинался с октября месяца. В этом году еженедельный темп прироста новых случаев ОРВИ, он начался где-то у нас с начала сентября, точнее с числа 10 сентября. И связано это, безусловно, с тем, что народ очень насторожен. В связи с тем, что в этом году сезонный подъем идет параллельно с новой коронавирусной инфекцией, и население обеспокоено, не новая ли это коронавирусная инфекция, и количество обращений по поводу незначительных ухудшений здоровья, насморк, небольшое покашливание, даже отсутствие температуры просто в виде слабости или обеспокоено контактом с лицом, у которых были явно проявления вирусной инфекции, какой-то либо инфекции, приводит к тому, что число обращений в первичную медицинскую сеть увеличивается. И поэтому у нас сезон подъема ОРВИ действительно начался чуть раньше, на месяц. На сегодня мы имеем подъем заболеваемости тоже выше эпидемического порога на 60% в целом по совокупному населению, по республике Татарстан. По республике Татарстан. Да, но это идет за счет взрослого населения, то, о чем я сказала. То есть это настороженность наших граждан, и при малейшем ухудшении здоровья, это обращение за медицинской помощью. Означает ли это, вот то, что вы сейчас сказали, вот такая бдительность населения, что мы обречены весь этот осенний-зимний сезон прожить в показателях превышения порога? Вы знаете, это не исключает этого. Я не говорю о том, что оно будет всегда продолжаться у нас до декабря, до января. Традиционно у нас сезонный подъем начинается с октября и кончается декабрем. Это подъем заболеваемости. В январе было небольшое затишье, поскольку мы все уходили на длительные новогодние праздники. А вот к концу января, когда все уже вышли после новогодних праздников, этот подъем дальше продолжался. То есть традиционно это было вот ровно так, но надо понимать, что этот подъем, сезонный подъем, он ознаменован такой тяжелой инфекцией, которая может циркулировать. Это новая коронавирусная инфекция, и мы видим, что идет тоже ее подъем, так как одно из ее проявлений это тоже ОРВИ, и она относится к этим инфекциям. И в этой связи, конечно же, пока не пришел грипп, мы не боимся ОРВИ, мы боимся гриппа, так как это тяжелые инфекционные заболевания, которые характеризуются и молниеносными формами, и тяжелыми осложнениями, и длительным течением. И на сегодня грипп мы пока не выделяем от больных с вирусными инфекциями. Это значит, что сейчас самое удачное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа. Традиционно мы ее делаем до 1 декабря. В редких случаях продлеваем режим вакцинации до 15 декабря. Вот мы о коронавирусной инфекции обязательно поговорим, потому что про это уже и вопросов достаточно много поступает. Ну, это как бы у всех на слуху и всех волнует. А вот все-таки грипп. Есть ощущение, что в обществе, особенно среди молодых, учащихся вузов, техникумов, рабочих, молодых людей, есть некоторая недооценка опасности гриппа. И вообще в голове как-то грипп, ОРВИ, все смешалось. Вот в чем особенность гриппа, чем он отличается от обычной простуды, какой грипп мы ждем, если ждем вообще чего-то, да? И почему люди, вот сразу забегая вперед, вопрос формулирую, почему люди в значительном количестве, я не говорю в большем, но в значительном количестве уклоняются от возможности получить прививку от гриппа, с вашей точки зрения. Что их пугает. Вы знаете, действительно, бытовое мнение, что грипп это обычное банальное простудное заболевание. Ну да, насморк, голова побаливается. Да, голова побаливается. Но это совершенно не так, поскольку у нас возбудителей вирусов, которые вызывают простудные заболевания, более 200. Из этой линейки вирусов грипп самое тяжелое заболевание. Это заболевание, с которым вы точно не придете на работу. Считать, что если человек немного познабливает, немножко болит голова, немного есть насморк, и он пришел на работу, и у него грипп, это не грипп. Грипп это заболевание, которое развивается достаточно быстро и стремительно. Если вы с утра чувствовали себя, как будто бы не очень, может быть, не выспались, то к обеду вы уже не можете встать с кровати. Это очень острое заболевание, которое приводит к большой слабости, к мышечным болям, к большой головной, к сильной головной боли и высокая температура. То есть поднимается температура до 39 градусов. А то, что население испытывает на сегодня, это, вот, мое мнение, это, знаете, побочный эффект большой вакцинации. За последние пять лет мы увеличивали количество вакцинируемых лиц, а значит, гриппа, вот чистого гриппа, о котором я сказала, вот этой тяжелой формы, и надо понимать, что у гриппа 1% молниеносной формы. Почему мы заставляем вакцинироваться? Заставляем, даже слово такое прибегнуло, да? Молниеносные формы, это что значит? Молниеносные формы, да, вы знаете, молниеносные формы, когда вам мало что поможет. Даже высоко развитая система здравоохранения. Понимаете, 1% гриппа, это всегда молниеносные формы. Если человек не вакцинирован, то избежать, к сожалению, летального исхода при этой форме практически невозможно. Поэтому мы вакцинируем группу риска пожилых лиц, детей, беременных, для того, чтобы избежать вот этих тяжелых последствий. А мы вакцинируем большое количество лиц от гриппа, тем самым гриппа чистого мы видим очень мало среди больных. И создается впечатление такое, знаете, благополучие, что мы все очень легко болеем, что это и есть грипп, и зачем я буду прививаться, если ничего, 3 дня покашляю, 3 дня насморк побудет, и все пройдет. Поэтому, к сожалению, это такой побочный эффект той защиты вакцинации, которая на сегодня есть. А вот про вот этот эффект успокоенности, самой успокоенности. Я вот все-таки про молодежь, которые, про молодых людей, которые, ну, как-то скептически относятся к возможности сделать прививку от гриппа. Вот мы про коронавирус, когда рассуждаем, мы, вот есть какой-то момент такой спокойности, говорим, молодые легче переносят, бессимптомно, могут даже вообще не заметить, что они перенесли коронавирусную инфекцию. А вот, может, и с гриппом так же? Вы знаете, я позволю вас немножко перебить. Это понятен вопрос, да? Ага, да, понятен. Вы знаете, почему именно в этом сезоне нужно точно сделать прививку против гриппа, я скажу так? Потому что в состав вакцины против гриппа, да, она каждый год, новые вакцины приходят против гриппа. На те актуальные штаммы вируса, которые мы ожидаем в этот сезон. Каждый год эти штаммы меняются. То есть вирус, он такой, знаете, коварный. Каждый год мы прививаемся от другого вируса гриппа, не тот, который был в прошлом году. То есть не одно и то же каждый год? Не одно и то же. И в этом году в состав вакцины входят штаммы, которые многие годы не приходили на территорию Российской Федерации. А это значит, что иммунитета среди населения нет ни у кого. И вероятно, что этот грипп будет тяжелее чистый грипп, который есть. Это первая причина, по которой нужно обязательно сделать прививку. А вторая причина – это сочетанное протекание инфекции гриппа, коронавирусная инфекция. Если у вас будет вакцинация против гриппа, и вы приобретете новую коронавирусную инфекцию, то это заболевание пройдет явно легче, чем если вы вместе будете протекать заболевание вирус гриппа и коронавирусная инфекция. Это заболевание тогда уже чревато тяжелыми формами, длительным течением. И вакцинация против гриппа защищает нас именно от новой коронавирусной инфекции с точки зрения ее протекания. Но студенты – это традиционно наша группа риска, которая определенным негативизмом обладает. Каждый год у нас группа риска должна прививаться 70% от населения. У нас более 70 тысяч студентов в Республике Татарстан. Никогда мы 70% вакцинации не можем достигнуть. Я считаю, что это… Я и к себе это отношу, что у нас низкая информационная кампания со студентами. Мы не можем до них достучаться. Возможно, используем не те формы, которые приемлемы для молодежи. И очень тяжело их убедить. Вот в моем окружении, например, много людей, кто обладал… Я не знаю, были противники вакцинации, но сегодня не осталось никого. Все начинают постепенно делать одну-две прививки, начинают входить в это, видеть пользу от вакцинации. Но студенты, наверное, это та категория, с кем нам надо поработать. И это одна из причин, почему я к вам пришла. Потому что на сегодня у нас студентов привито только 15%, а надо 70%. Кстати, про студентов. Все-таки вот тот вопрос, с вашей точки зрения, они почему не прививаются? Они боятся или, выражаясь молодежным языком, им просто пофигисты такие, не придают значения. Вот что происходит? Почему студенты из года в год игнорируют возможности? Они же бесплатные прививки. Бесплатные. Их достаточно в республике. Достаточно. То есть никаких проблем нет. Я думаю, что есть проблемы в информировании, есть проблемы в организации. Я не считаю, что студенты – это категория, которая просто не понимает, не слышит. Это понятно, что это люди умные. Понятно, что это люди рассуждающие. Возможно, есть, конечно, вот это вот. Вы знаете, очень много же в социальных сетях против прививок. Да, вот эта антипрививочная лобби. Она достаточно сильная. Да, она достаточно сильная. Конечно, она влияние свое оказывает. Но что мне хочется отметить? Вот пришла новая коронавирусная инфекция, да? Вы знаете, что-то у нас отказов от вакцинации становится все меньше и меньше. До этого мы боролись с антивакцинальным лобби 5 лет. Но пришла новая инфекция. И как-то, знаете, люди начали поворачиваться передом в сторону вакцинации Поэтому я думаю, что время все расставить на свои места Но мы не теряем надежды, что студенты примкнут к лицам, которые хотят сделать прививку А вот все-таки про сами прививки Вот их у республики действительно достаточно, да? Да, мы планируем привить в этом году против гриппа 2 миллиона 300 человек Это 60% населения Это установленный норматив, федеральный норматив Для того, чтобы обезопасить всех оставшихся Для того, чтобы не было, знаете, прям вот пандемии гриппа в республике Татарстан 2 миллиона 300 Из них 2 миллиона 300, 1 миллион 700 это взрослые И 600 тысяч это дети Вот на сегодня вакцина поступила в республику от заявки По детям 60% у нас есть вакцины По взрослым 50% Поэтому вакцина поступила в сеть Она имеется в наличии Вакцинация безопасна Она безвредна совершенно Заболеть от прививки невозможно теоретически Когда-то, вы знаете, сразу даже Вперед иду на опережение Часто задают вопросы даже мои знакомые Вот сделал прививку много лет назад и заболел Больше никогда не делаю Это есть такие знакомые у всех, наверное, в окружении Которые вот так говорят Когда вакцина против гриппа массово вакцинировали ей Много лет назад, да, больше 10 лет назад Она была сделана из ослабленного вируса Она содержала вирус, но он был такой, знаете, полуживой И поэтому, когда вакцинация входила в человека ослабленного Или подверженного каким-то возникновению инфекции Возникновение инфекции теоретически было возможно И практически возникало На сегодня вакцина полностью синтетическая И она не может вызвать никакое заболевание Максимум, что бывает после вакцинации Это повышение температуры до 37,5 градусов Это хорошо Это говорит о том, что организм реагирует на введение И место укола вакцинация немножко побаливает Все, больше остальных никаких последствий не бывает Вы знаете, вот в студенческих чатах, в телеграм-каналах В других социальных сетях, где студенты преобладают Очень бурно обсуждают решения некоторых вузов Ну, они такие решения, полускажем легальные, если можно так выражаться Ну, что называется, принудительно заставить ребят привиться от гриппа Ну, допустим, до занятий, там, не предоставим где-то место И возможность чего-то там сделать или получить Если не получите прививку Как вы смотрите на ужесточение мер по отношению к тем, кто не привился? Вот только к силовому решению прививочного вопроса Нет, вы знаете, на сегодня вакцинация является добровольной Сейчас добровольная, да Добровольная Но я совершенно, знаете, поддерживаю позицию других стран Где в случае заболевания человека Инфекции, против которого ему государство может предоставить бесплатную вакцинацию И они не оплачивают лечение такого пациента Они не оплачивают больничный лист такого пациента Они не допускают их в образовательные учреждения Поскольку он представляет угрозу для всех остальных детей И то, что у нас сейчас идет, также мы эту практику используем Проба МАНТУ Которая диагностирует туберкулез у детей в детском саду То есть в школах То есть на сегодня полностью судебная практика На стороне образовательного учреждения Где если мама отказывается от пробы МАНТУ своему ребенку То этот ребенок не посещает образовательное учреждение Поскольку у него не проведена диагностика на туберкулез Он представляет опасность для других детей Поэтому к этим мерам, конечно, нужно взвешенно подходить Конечно, это, наверное Но те меры, которые вы, Леонид, сейчас назвали Это, конечно, неприемлемо И это как-то не в нашем таком государстве И не в рамках законного поля Но, мне кажется, разговаривать со студентами Уговаривать Удобно организовывать для них время вакцинации Разъяснять им, какое время это должно быть подходящее То есть надо понимать, что студенты, это молодые люди Если у кого-то побаливает горло, если у кого-то есть небольшие выделения из носа Если у девочек, у девушек есть месячные Если там они после фитнеса и у них болят мышцы Я уж так вот проецирую, да Болят мышцы и чувствуют себя усталыми, разбитыми Или там у них недосып хронический, да Надо выжить более благоприятное время Нужно быть абсолютно здоровым Почему мы начинаем вакцинацию в начале сентября? Начало сентября самое удачное время Вот я прививаюсь сама Я прививаюсь своих родителей Я прививаюсь своих детей, мужа Всегда в первую неделю сентября Потому что после лета Отдохнувшие Не болеющие Коллективы еще не сформировались Еще заразиться каким-то другим инфекциям не получается Вот это и есть самый благоприятный период Поэтому студентам надо разъяснять Наверное, индивидуально с ними работать И я думаю, что победа будет за нами Ну, в этом году отдохнувшие, конечно, звучит немного так Напряженно отдохнувшие Потому что все переживали, что будет вот с этой второй еще заразой Которая называется ковид Кстати, вот в случае наложения Ведь что расслабляет, я уже говорил Молодежь, студенты в том числе А, ковид даже проходит без симптома Чего уж там с гриппом А вот это возможное наложение О нем говорят, но как-то вот Всегда походя Вот наложение гриппа и ковида Возможно? Возможно И что в этой ситуации Молодого человека также пронесет? Или, ну, тоже без симптомов Вы знаете, пока сказать о том, чего не было А, то есть не было Крайне сложно На сегодня мы больных с тяжелой формой острых респираторных вирусных инфекций Обследуем на другие вирусы Мы это делаем круглогодично И на сегодня что мы ищем? Мы ищем грипп Вот как только мы начинаем выделять грипп от пациентов Мы говорим о том, что все, грипп шагнул на территорию Республики Татарстан На сегодня мы грипп не выделяем Мы выделяем риновирусы Мы выделяем боковирусы Иные другие вирусы На сегодня, когда пришел ковид Это был у нас апрель Март-апрель, да? Март-апрель Грипп уже закончился Пациентов с гриппом уже не было А на сегодня пациентов с гриппом пока нет Поэтому знать, что произойдет вместе, крайне сложно Но то, что эти вирусы не подавят друг друга Что говорят иногда, да? Что вирус ковида подавит грипп И будет, значит, бессимптомная форма А грипп, значит, нет Все-таки ученые Вот та информация, которая есть у меня Из профессиональных уст ученых Институтов Роспотребнадзора Они говорят о том, что это будет наложение двух инфекций И если даже ковид бессимптомно, возможно, там протекал бы Если бы он был одиночным То с гриппом он никак уже бессимптомно явно не пройдет Это будут тяжелые формы Это будут длительные заболевания И пока вот теоретически мы ожидаем именно это То есть лучше не экспериментировать И не ожидать, пока одно встретится с другим Нет, не надо Вот есть вопросы, поступающие уже очень много и в Ютьюбе Сейчас я к ним обращусь обязательно Ну и те, которые поступают от наших коллекций Адрес массовой информации по WhatsApp-каналу Я все-таки вначале про грипп, чтобы завершить нам эту часть разговора Добрый день После ковида врач не разрешает делать прививку от гриппа Говорит, месяца через два не раньше Но через два месяца уже бессмысленно делать прививку от гриппа Получается люди, перенесшие в сентябре-октябре ковид И не успевшие из-за этого сделать прививку Совершенно беззащитны перед гриппом Нет, нет В инструкции вакцинации против гриппа написано Что вакцинация делается спустя две недели После выздоровления, после острого инфекционного заболевания К которому относится ковид Поэтому еще раз нужно уточнить у врача Если человек после перенесенной новой коронавирусной инфекции выписан То он выжидает две недели, три недели, максимум месяц И может смело привиться против гриппа Спасибо Ну вот все-таки много вопросов Я даже вот смотрю на них, думаю, как бы их объединить Наверное, буду повторяться Потому что логику нашей беседы прямых эфиров все-таки диктует зритель А не ведущий Поэтому простите, что буду, возможно, повторяться Но сегодняшний конву сегодняшней беседы Во многом, я боюсь, предопределит постановление Роспотребнадзора Которое вышло только что Которое сейчас гуляет по всему социальному пространству Во всех средствах массовой информации Вот так давайте попробуем всю вот эту массу и тут поступающую и здесь объединить Тотальный массовый масочный режим Если можно прокомментировать, который сегодня объявил Роспотребнадзор Что это означает И вот этот запрет Культурно-зрелищных массовых общепитовских мероприятий С 23 до 6 утра Ну то есть для молодежи все понятно Хэллоуина не будет Все, праздник закончился А вот что он означает для бизнеса Что он означает для пользователей Всех услуг Что он означает Где вообще граница массовых и немассовых мероприятий Чего в результате запрещено Или это такая скрытая форма комендантского часа И вообще запрещено все на самом деле Вот если можно такой обзор сегодняшнего решения Роспотребнадзора Вы знаете, это решение Роспотребнадзора Главного государства санитарного врача Российской Федерации Анна Юрьевна Поповой Было озвучено буквально за полчаса Как я пришла к вам У нас было селекторное совещание с Москвой И оно было озвучено Этот документ пока я не видела И не изучила, поскольку приехала к вам Но о том, о чем сказала Анна Юрьевна Это обязательный масочный режим в общественных местах Но у нас это ничего не меняется У нас, напомню, что постановление Кабинета Министров Республики Тарстан Номер 208 У нас обязательность масочного режима На сегодня введена И она у нас действует еще, наверное, с лета, с весны этого года Поэтому в этой части не меняется Что касается приостановления деятельности общественного питания Что там ночные клубы, дискотеки Значит, здесь у нас ночные клубы Я повторю, что согласно постановлению Кабинета Министров У нас ночные клубы на сегодня запрещены У нас есть факты работы ночных клубов И эти факты занимается Министерство внутренних дел На сегодня запрещена работа ночных клубов Поскольку эта деятельность действительно представляет риски Когда соблюсти социальную дистанцию невозможно Ну а представить ношение масок у постояльцев ночных клубов Тоже как-то не очень Природа клубов такая Природа клубов таких Поэтому это единственное заведение Которое на сегодня Ну вот ночные клубы у нас и кальянные На сегодня у нас запрещены И не должны функционировать Поэтому если они работают Эта деятельность еще раз Незаконная Этим занимается силовое ведомство Что касается дискотек Дискотек общественного питания После 23.00 Этот пункт Поскольку появился в постановлении Анны Юрьевны Поповой Подлежит обсуждению еще Обсуждению рассмотрению На оперативном штабе По новой коронавирусной инфекции При правительстве республики Татарстан И безусловно на днях Мы будем рассматривать этот вопрос Обсуждать И при необходимости Вводить Либо не вводить Эту меру Значит Что касается танцполов Часто задают Концерты Которые проходят С приездом там звезд Или какие-то культурно-массовые мероприятия Проводятся на больших площадках Здесь пока Поскольку у нас идет Сезонный подъем ОРВИ И соблюсти социальную дистанцию На танцполах невозможно И я напомню Что у нас По постановлению Кабинета министров Действует норму 70% наполняемости зала Хотя Мы с организаторами Буквально на днях Проговаривали о том Что если есть Меньшее количество людей То это хорошо Если билеты Куплены на 50% Посадочных мест И чтобы они фанатично Не пытались заполнить зал Что вызывает определенные риски Но танцполы пока При таких культурных мероприятиях Будут запрещены Вот Значит коллеги Ну вопрос Примерно о том же И вы уже на него Ответили сейчас Насколько вот пока Возможно ответить Но коллеги вот Из бизнес онлайна Еще просят уточнить Следует Следует ли ждать Усиление контроля За масочным режимом С рейдами и прочим Ну то есть некие такие силовые еще Усиление силового блока Воздействия на Тех кто нарушает масочный режим Ношение масок Остается как рекомендация Или за несоблюдение Будут штрафовать Жителей И вот по Зречным маслом мероприятиям Правильно ли мы понимаем Что с завтрашнего дня Запрещено проведение Любых концертов в Татарстане Нет На третий вопрос Нет Совершенно неправильно Вы понимаете На сегодня у нас действует Постановление кабинета министров Где запреты на концерты нет Поэтому на сегодня Это неправильно По поводу Усиления контроля За масочным режимом Он и так В республике Татарстан Самый жесткий Я не побоюсь этого слова Самое большое количество Протоколов Которые составляются Управлением Роспотребнадзора Министерства внутренних дел Ни в одном субъекте Российской Федерации нет Это обуславливает Наши такие Чуть меньше темпа Прироста Чем по другим регионам Российской Федерации Поэтому масочный режим Он обязательный Так и какой-то там Еще третий вопрос был Усиления не будет Ужесточение наказания Нет Оно предусмотрено Мы и так Достаточно Жестко контролируем Единственное Возможное Вот я изучив Этот документ Посмотрю Возможно Полномочия На управлении Роспотребнадзора Поскольку с гражданами Работали Министерство внутренних дел Вот нужно просто Мне документ сам Поизучать Более предметно С юристами И возможно Постановлением Анны Юрьевны Поповой Дает полномочия И нашим специалистам Награжден Составлять протоколы За не ношение масок Маски носите В общественных местах Торговля Я не знаю Там что у нас еще Там лифт Транспорт Парковки Такси Транспорт Ну то что мы сейчас видим В постановлении прописано То есть общественные места То что вы видите Из вопросов Мы видим интерпретацию Пока Интерпретацию Нет Давайте Вы знаете Я поняла Сегодня шквал вопросов На сегодня Мне нужно Это До 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 Работать И мы обязательно Средством массовой информации Дадим такую информацию По которой мы будем Дальше работать А вот все таки На понимание Вот что такое Все равно Ведь многое будет зависеть От того Как вы объясните Эту штабу Оперативному Республиканскому И ваш руководитель Непосредственно Объяснит это Руководству страны От этого будет зависеть И дальнейшие действия Потому что Все сейчас ориентированы На вас Вот под массовыми Мероприятиями Все таки Что вы считаете Нужно понимать Ну я вот Давайте на студенческую Там среду Перейдем Вот концерт В Униксе Он допустим И если да То как С какими ограничениями Или вы будете Настаивать Например На Приостановке Такого рода Мероприятий В ближайшее время В ближайшее Обозрим Будущем Вот что Ожидать Вашей интерпретации Массовых мероприятий Нам По массовым мероприятиям На сегодня У нас ограничений Нет У нас ограничений Действует По наполняемости Залов Концерт в Униксе Студенческий На сегодня Мера 70% Наполняемости Соблюдение мер Допустимо На сегодня Мы не рассматриваем Вопрос запрета Массовых мероприятий Не рассматриваем Поэтому на сегодня Это допустимо Если это не концертный зал Где нету Традиционной расставки Кресел То это мероприятие Ну например Какой-то холл Ну да Какое-то Большое помещение Ну не танцплощадка Давайте уж не танцплощадку Ну что-то Я не знаю Даже какой-то там Я не знаю Что это Где стулья Расставляют Самостоятельно Давайте такой Типа конференция У нас внутри помещения На сегодня Разрешено 100 человек 100 человек Внутри помещения Если это не Такая вот Концертная расставка Все На сегодня Никаких запретов нет С завтрашнего дня Никаких запретов Пока По массовых мероприятиям Мы не рассматриваем На сегодня У нас ситуация Напряженная В силу роста Заболеваний Но Понятная для нас Я напомню Что осенью У нас вот Ровно 4 дня назад Была заболеваемость Ежедневно 55 случаев Новой коронавирусной инфекции Последние 4 дня Держится Меньше 50 случаев 47, 45 48 случаев Поэтому На сегодня Вот ситуация Ровно такая Она не предполагает Дополнительных Ограничительных мер Она возможно Предполагает Коррекции Кое-какой В части выхода Нового документа Но об этом Я уже говорю Что я не готова Сейчас Вот В поле Таком информационном В широком Заявлять Потому что Это требует Дополнительной Проработки А вот Кстати По поводу Цифр Очень многие Смущаются Что Татарстан Демонстрирует Какое-то Постоянство В цифре 40, 45 45, 50 Вот так Где-то Вот тут Это Управляемая Все-таки Цифра Или просто Вот так Попадает И попадает Вот так Как ты Не поняла Ваш вопрос Вот Насколько Можно доверять Цифре Которые Выходят Ежедневно По Татарстану Доверять Цифре Не означает ли Что просто Меньше Берут тестов Например Вы что Нет Мы Подождите Вы знаете Вот Мы ежедневно Обследуем Практически Я не знаю 6300 6400 6500 Человек В это Количество Входят Значит Обследование Лиц при подозрении Обследование Их контактных Лиц По домашнему Или по трудовому Коллективу И обследование Здоровых Лиц Ну например Аэропорт Приезжают Здоровые Лица Из Турции Вот это Суммируется Вот из этого Количества Обследований Если они Обследуются У нас В 19 Лабораториях Республики Татарстан В случае Выявления Положительных Результатов Сомнительных Результатов В лабораториях Частной системы Здравоохранения Государственной Системы Здравоохранения Эти анализы Привозят К нам На подтверждение И вот Исходя из этой работы Формируется Цифра Количества Выявленных Лиц Почему эти цифры Практически Одинаковые Вы знаете Я что Буквально Два дня Назад Мы смотрели Организацию Работы По другим Субъектам Исходя из Графиков Ну свои Профессиональные Да Такие Справки И очень Много Проседают Не работают Лаборатории В субботу Воскресенье Люди Понятным Образом Устали Без выходных Субботу Воскресенье Делать большое Количество Анализов И люди В регионах Лаборатории Отдыхают Поэтому Иногда у них Бывает Много Потом Мало Потому что Лаборатории Делают исследования Меньше У нас Вот эта цифра 6300 6500 Она примерно Каждый день Одинаковая Плюс-минус 200 Но и субботу И воскресенье Все лаборатории Работают В трехсменной Три смены По 8 часов То есть Они работают Круглосуточно Вопрос Почему Возникает Потому что Мы смотрим На цифры Других регионов Москва Вот вчера 5000 с лишним Сегодня 4000 с лишним То есть Скачок 1000 Туда-сюда Туда-сюда Идет Там Санкт-Петербург Тоже Сотка Туда-сюда А у нас У них же Цифры Очень ровненько Вы знаете Если посмотреть По процентам Это не будет Это будет Примерно Тот же процент Мы не можем Сравнивать Абсолютные цифры Между собой Мы не можем Сравнивать Процент колебаний Все равно Он виден Он идет Да Вот некий Внутри Вот этой Совокупности Которая называется Москва Скажем Или Санкт-Петербург А здесь Колебаний мало А у нас Цифры маленькие У нас же не 5000 У нас 50 Хорошо Ну вопрос есть Я вот его Озвучил Вот еще Знаете В связи с Этим всем Есть вопрос Почему бы Не выдавать Это наша коллега Из республики Тарстан Задает вопрос Почему бы Не выдавать Фельдшерам Которые ходят По вызов Ну на вызов На дом Из поликлиники Инструменты Чтобы сразу Брать мазок Вот я вызвал Это видимо Личный пример Врача Она пришла Записала мои данные Для больничного Выдала Стандартный лист Лечением Потом меня уже Врач с приема Послал на мазок Я 40 минут Сидел в очереди На мазок Который оказался Положительным Рядом со мной В узком коридоре Сидели люди Например На плановую госпитализацию Почему Вот при вызове На дом Врача Сразу не взять Вы знаете Это вопрос К системе здравоохранения Вам нужно Это стандарт лечения И ведение больного Поэтому Это не к нам Мы отбор мазка Инициировать Не можете Обратить внимание Нет Мы можем обратить внимание Но лечение И ведение больного Это по стандартам Министерства здравоохранения Российской Федерации И влиять на документы Другого ведомства Я никоим образом Не могу Поэтому Возможно Вам этот вопрос Невозможно А вам надо Его в плоскость Здравоохранения А кстати Вопрос Взаимодействие У вас взаимодействие Видимо на какой-то Новый уровень Да Вот сейчас вышло С Минздравом Вот по обмену Информации По обмену Какими-то Технологиями Предотвращения Инфекции Не пойму О чем вы говорите Какой новый уровень Мы полгода живем Плечо к плечу Вначале Ругались Я не знаю Ссорились Сейчас уже Ни сил Ни желаний Ни у кого нет Ну наверное Новый уровень Да Новый уровень Вышел Когда люди Долго живут В круглосуточном режиме В таком напряженном режиме Это же надо понимать Медики устают Мои специалисты устают Все без выходных Работают Поэтому у нас общая задача Не допустить распространения Эффективного И быстро вылечить больных Спасибо Значит Ну да Вот сразу В догонку Просят еще раз Уточнить Если документ Подлежит рассмотрению Обсуждению То когда Уже будет известно Точная информация И где об этом сообщат То есть Как долго будет идти Вот Изучение тех документов Которые сегодня Главный санитарный врач Страны Выпустила Когда нам ждать Разъяснений Ну я думаю Что день два Мы обсудим И оперативный штаб Озвучит Решение Спасибо Какой-то вопрос Очень мне непонятный Но почему-то Если за ним ничего не стоит Кроме Лукавства Какого-то хулиганства Сразу скажете Может быть Что-то имеется в виду Почему-то вас просят Подтвердить информацию О том Что планируется Чартерный рейс По маршруту Ош-Казань Не имеет Роспотребнадзор К этому отношению Тогда другой вопрос По тоже И защита прав потребителей Пришел потребительский вопрос Можно? Да, конечно Купил чемодан В магазине Империя сумок В ТЦ Кольцо Сломалось колесо На второй день В гарантии Отказали Выставив счет Нам за экспертизу Сказав Что это Не заводской брак Как быть? Как быть? Нужно подойти К нам В управление Роспотребнадзора Со всеми документами С чеком С договором С претензией Если она была написана В адрес продавца Приложив все документы Специалист изучит документы И мы постараемся Я думаю Что в этой Помочь В решении этой проблемы Спасибо Я думаю Автор удовлетворен И все услышал Теперь вопросы Снова возвращаемся К тому блоку вопросов Который связан С предотвращением Распространения Минимизации Распространения Коронавирусной Инфекции Вот такой есть вопрос Согласно новому Постановлению Ну опять про новое Постановление Ношение масок Обязательно в местах Пребывания людей Подскажите А вот школы Детские сады Это места массового Пребывания людей Я бы сюда добавил Еще и вот аудитории Студенческие Вот что считать Местами массового Пребывания Скопления людей Вы знаете Я бы вот не стала Так трактовать этот вопрос Я бы стала трактовать Что для школ Детских садов И учебных аудиторий Действуют санитарные правила По организации Образовательного процесса В условиях ковид Это федеральный документ Который обязан Соблюдать Все образовательные учреждения И я напомню Что у нас студенты Учатся в масках Педагоги в студенческих Ходят в масках В детских садах И в школах Дети ходят без масок Весь обслуживающий персонал Ходит в масках В том числе родители Которые провожают своих детей Но на Скажем Вот Аудитории Или учебные классы Там где люди Рассаживаются И находится Достаточно длительное время Так Ну около часа И более иногда Рядом друг с другом Распространяется Вот то же самое Скажем Ограничение Про 70% Нет конечно Тут может быть Плотное заполнение выше Нет Слушайте вы это Нет Это вообще не к этому По еще раз По образовательным учреждениям Действует санитарное правило Там не оговаривается Процент заполнения Аудитории Там оговаривается Правила поведения Учеников Студентов И педагогического состава И вот эти правила Должны быть соблюдены Никто не будет Наказывать аудиторию Если там больше 100 человек Если там больше 70% Это не накладывается На ведение Учебного процесса Вот собственно Это я просто пытаюсь Дорасшифровывать опасения И понятно Что из-за этим вопросом Из-за этой группы вопросов Еще другое опасение Не придет ли В какой-то момент Повторение истории Когда Ну Скажем так На дистант переведут Нет не придет Учащихся Нет не придет Вот это опасение Оно витает в воздухе Вот здесь Не придет Оно витает Я думаю Не столько опасений Сколько желания Ну по разному По разному Я думаю Что желания Возникает больше Чем возникает опасения Потому что на сегодня Мы проучили Сентябрь Октябрь На сегодня Мы не видим Никаких серьезных проблем С образовательным процессом Если там все соблюдается Так как оговорено Федеральным законодательством На сегодня У нас в образовательных учреждениях Чуть более 100 случаев Эти случаи Единичные Они без распространения И на сегодня Никаких рисков По уходу На дистанционное обучение Мы не видим И необходимости В этом Мы не видим То есть Школы Детские сады Тут очевидно Школы И вузы В нашей республике По крайней мере Могут быть спокойны Что до конца Текущего года До конца семестра Если брать Вузовский процесс Они будут учиться В штатном режиме В штатном режиме Но я напоминаю Что ОРВИ У нас идет И в случае отсутствия 20% детей В группе Учебной группе В школьном классе То этот класс Также по санитарным правилам Распускается на карантин На одну неделю Это обязательное требование Которые соблюдались И в предыдущие годы Оно было всегда И на сегодня У нас 28 классов 28 классов По республике Татарстан Находятся на карантине По ОРВИ Это обычная практика Для снижения Распространения Острых респираторных Вирусных инфекций Вот, видимо, молодые Все-таки спрашивают Городские парки Урицки Горького Черное озеро Там тоже надо носить маски? Нет Маски носятся В закрытых помещениях На улице Требования по ношению масок На сегодня Отменены Мы их отменили Мне кажется Летом И на сегодня Никоим образом Они не планируются К ведению А кстати Перчатки Как-то про них Все забыли Они показали Не эффективность Или просто Это крайняя мера Перчатки Это крайняя мера И там, где есть условия Для мытья рук Там, где есть санузел Там, где есть вопрос Обработки рук кожными Антисептиками В перчатках нет необходимости И еще Такой Из разряда Полусиловых вопросов Вот Вот сейчас Когда вступит в действие Ну, вы говорите Что в республике Она уже действует Вот это всеобщее Масочное Скажем Ограниченное Назовем так Ну и вот Появляется человек Без маски В лифте В общественном транспорте Где-то еще Где положено Быть ему у маски Что делать Куда жаловаться Куда бежать Чего делать С этим человеком С вашей точки зрения Потому что мы Сталкиваемся Пока с нестандартными Решениями Когда человека Либо выталкивают Там из-за Столбуса Либо наоборот Все молча Да ладно Пускай катается Вот Как поступить Человеку Как поступить Обществу Правильно Когда Кто-то Демонстративно Нарушает Действующее Ограничение Как минимум Сделать замечание Но для того Чтобы привлечь его К административной Ответственности Нужно знать Паспортные данные Это гражданина Поэтому Информировать нас С фотографиями Человека Неизвестного С фотографией Что он не одел маску Ну согласитесь Возможно Можно проинформировать Министерство внутренних дел Но согласитесь Что у коллег Много других задач В этой связи Контроль за соблюдением Масочного режима Гражданами Со стороны Министерства внутренних дел И со стороны И нами Теперь уже Вероятно Будет продолжен В том же темпе В котором мы работали Все лето Ну и Вот так получилось Смотрите Да Чуть-чуть про грипп Чуть-чуть про ковид Даже еще не углубляясь В детали Тех решений Которые вот сейчас Принимаются Учитывая Что они требуют изучения А время уже ушло Вот я же говорю Вы главные спикеры Вопросов к вам На уточнение На уточнение Много Под вопрос Еще тут очень много Неотвеченных Я думаю Это скорее приглашение К более частым встречам Потому что Видите Даже про чемодан Есть вопрос То есть Потребители Проснутся И будет очень много Я думаю К вам Молодежь Потребители Огромного количества Услуг И у них Наверное Много чего Накипело Хочется у вас узнать Так что Если можно Сразу возьму С вас слово Приходить к нам Чаще И встречаться Чаще Ну и А в завершение Хотел Тут есть В телеграм-канале Вопрос Ну такой Казалось бы Обыденный Совсем Традиционный Уже за этот год Всем надоел И все-таки Как защитить себя Наиболее эффективно От коронавирусной Инфекции Вот я его сейчас Прочитал Я думаю А кроме масок Вот вроде Ничего и не посоветуешь Вот чтобы вы посоветовали В качестве Вот эффективной меры Сейчас Для того чтобы Не попасть в число Вот этих вот Очередных 45 Как бы Как бы Банально не звучало Масочный режим Показывает свою эффективность Все-таки масочный Масочный режим Безусловно Это обработка рук Как можно часто Мыть ее рук Обработка рук С кожными антисептиками После того Как вы поздоровались С людьми С другими После того Как вы посетили Какое-то общественное место Я не говорю Что кожными антисептиками Нужно постоянно Брызгать себе На руки Сидя за рабочим столом И ни с кем не контактируй Нет Я говорю о том Что придя домой Помыть руки Или придя на рабочие места После общественного транспорта После общественного транспорта Помыть руки И обработать их Кожными антисептиками Это хорошо Это защитит вас Потому что мы невольно Трогаем лицо Мы невольно Начинаем Какие-то вещи Ручку в рот Трем глаза Это все может Способствовать заражению Хотя безусловно Что воздушно-капельный путь При общении человека С человеком Является наиболее Вот на сегодня Тот Который вызывает Огромные риски Что бы я еще сказала У всех есть Желание Возможно Сходить погулять Потусоваться С друзьями С студентом Взрослые поколения Ходят на поминки Ходят в гости К друг другу Вот на период Вот такого подъема Заболеваемости Конечно Эти условия Нужно Эти мероприятия Нужно повременить Нужно ограничить Если это возможно Надо 10 раз подумать Какие риски От того Что вы посетите Это мероприятие Где люди Возможно Сидя за одним столом Явно не будут В масках И вы имеете риск Сами заболеть Даже если вы Возможно Заболеете легко Но у вас есть дома Есть пожилые родители Которые могут Заболеть тяжело Поэтому на сегодня Конечно же Ограничение Вот таких массовых Мероприятий Для ЛИД 65 плюс Это абсолютно необходимо Это как можно Чаще своих родителей Студента молодежь Возить своих родителей Все-таки на личном транспорте На своем А не позволять им Прогуливаться И ездить на общественном Транспорте Ограничить их Походы За ненужностью В магазины Ради развлечения Там В поликлинике Там тоже Пока нечего делать Если вы не идете За прививкой И вам не нужно Оказывать медицинскую помощь Вот вещи Где есть Вот места Где есть Возможно Могут быть больные лица Нужно ограничить И в этом режиме Нам нужно прожить Я боюсь Всю осень Всю зиму Вот тут пришел вопрос Неожиданный Когда наступит зима Я не очень понял Почему к вам Но я бы вот Чуть-чуть так Переформулировал Когда наступит весна В этой коронавирусной истории Весной Весной все-таки Да Весна будет весной То есть нам Следует ожидать Что марта 2020 Не повторится В 2021 Я очень на это надеюсь И я как никто Этого хочу Спасибо вам Мы с вами В этом хотели Спасибо До встречи До встречи Субтитры подогнал «Симон»